добрый день уважаемые студенты сегодня мы начинаем нашу очередную лекцию тема сегодняшней лекции это переменные которые применяются при программировании контроллеров типы переменных значит переменные которые применяются программированных логических контроллерах делятся на два типа первый тип это глобальный второй тип локальные глобальные переменные как это выглядит из картинки связанные напрямую с каналами контроллера то есть какое имеется количество каналов контроллер с теми типами которые они уже имеются столько у нас имеется глобальных переменках то есть каждый канал можно объявить в качестве переменной которая будет обмениваться информацией с внешним миром и есть локальный так называемое внутренние переменные которые объявляются внутри программы ну глобальные переменные они ограничены количеством каналов а локальные переменные они ничем не ограничиваются по сути говоря их можно сказать бесконечное множество использование переменных данная картинка демонстрирует как могут использоваться одновременно как локальные так и глобальные переменные в процессе управления некоторым объектом который показан на картинке переменная т.д. является глобальной переменной которая непосредственно связана с термопреобразователем который подключается к входному каналу контроллер вот как мы видим из данной практики а переменная т.уст определяет величину уставки в процессе управления некоторым объектом и она является локальной как мы видим она объявлена в качестве локальной переменной контроллер реализует одно из условий управления объектом где величина т.д. должна быть больше величины уставки то есть таким вот образом на данном простом примере мы показали как могут применяться одновременно локальные глобальные переменные в процессе управления некоторым технологическим объектом объявление имен переменных при объявлении имен переменных используется обязательно цифры и буквы английского алфавита имя всегда должен начинаться с буквы английского алфавита единичное использование подчеркивания то есть нельзя одновременно использовать два и более символов подчеркивать только единичные между буквами и какими-либо цифрами не применяется пробелов во время объявления имени переменной нельзя использовать зарезервированные имена такие как and power word и так далее которые являются именами уже существующих объектов программных либо название оператора регистр букв не имеет значения в некоторых ну или во многих программных комплексов для программирования контроля пример как мы видим из окна объявлений переменные у нас имеется вот четыре вида локальных переменных либо вот как показаны второй картинки мы видим как объявляется глобальные переменные то есть никакой разницы нет все подчиняются тем правилам которые мы перечислили выше при объявлении переменных переменные типа retain и констант что это за переменные переменные которые сохраняют свои значения обозначается ключевым словом retain то есть эти переменные сохраняют свои значения даже при отключении питания то есть при процессах выключение включения полкам что эквивалент на команде сброса то есть даже в таких случаях эти переменные сохраняют свои последние значения константы обозначаются ключевым словом constant они могут быть объявлены как локально так и глобально но раз уж это константы ее значение в процессе выполнения программы не меняется вот на первой картинке показана переменная типа ретейн которая заключена между ключевыми словами пара ретейн и инвар ну и на второй картинке мы видим как у нас применяется объявляется константы прямая адресация прямая адресация обеспечивает прямой доску доступ к определенной области памяти плк то есть можно обращаться к определенной области плк зная адрес этой области то есть не обязательно через переменную во время прямой адресации формируется адрес из префикса процент префиксов области памяти размера также одного или нескольких целых чисел разделенных точкой бывают следующие префиксы памяти ай это входные области и выходы м память префиксы размеров x обозначает один бит если нет никакого символа это также один бит бит это байт состоящий из 8 битов W это слово двойной байт но еще есть двойное слово double work который состоит из 32 битов но если говорить о примерах прямой адресации то мы видим как она может быть реализована это процент qx 7.5 то есть другими словами это означает область памяти связанная с 7 битом выходной области памяти и так далее можно следующий вид показать прямой адресации либо следующий либо вот такое вот двойное слово 48 позиции память и вот такое зависит от конфигурации плк ну и как видно из картинки прямая адресация определенных переменных тоже может быть использована для локальных переменных глобальная не любом случае имеют возможность обращения к адресации памяти венгерская запись венгерская аннотация и венгерская запись об именовании идентификатор компьютерном программирование в котором имя переменные функции указывают на ее намерение или вид а в некоторых случаях даже на ее тип оригинальная венгерская запись которая теперь будет называться apps ингария была изобретена чарльзом симоне программистом работавшим в компании xrx парк примерно 1972-1981 годах позже чарльз симоне стал главным архитектором microsoft идея венгерской записи заключается добавление коротких префиксов к идентификаторам то себе нам переменных которые определяют тип и некоторые другие важные характеристики например тип болт может быть записан в имени переменной как маленькая буква бей начале и аналогично для байт аналогично для short and аналогично для переменной типа рим это то есть первые либо одновременно первые либо одновременно одна первая буква в имени переменную указывает на и тип word и you and w и здесь пример у нас вот переменной бей стоп обозначать своем умение что она булевого типа допустим следующий пример применение типа word в в имени переменной или iBar12 что означает, что переменный бар имеет тип int и как это применяется при объявлении локальных переменных мы видим из картинки преобразование типов данных преобразование переменных одного типа в другой осуществляется с помощью специальных операторов которые называются функцией преобразования типа запись этой функции выглядит следующим образом тип данных 1 нижнее подчеркивание то тип данных 2 и как мы видим, это может быть реализовано в следующих блоках на языке CFC где показаны примеры преобразования типа данных в тип real также внизу тип int преобразуется в тип real посредством функции преобразования типа ну, на сегодня у нас все мы закончили нашу лекцию надеюсь она была максимально вам полезна спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание я не знаю что это Продолжение следует...